МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто-то из умудрённых опытом сказал, мне столько лет, насколько чувствуют себя мои кости и суставы. И действительно, при общем увеличении продолжительности жизни, тот возраст, который ещё недавно считался пожилым, сейчас называют второй молодостью, а то и продолжением первой. Как при этом сохранить кости здоровыми, а суставы подвижными? Именно эти вопросы мы зададим сегодня врачу-травматологу. А пока небольшая анатомическая справка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы не представляем себе жизнь без движения, а между тем для того, чтобы дать нам такую возможность, работают все системы нашего организма, включая костно-мышечную. Она, в свою очередь, состоит из костей, мышц, связок и суставов. А так как основная двигательная и физическая нагрузка приходится именно на опорно-двигательную систему, то и риск травмирования здесь особенно высок. Именно вопросами диагностирования, лечения механических повреждений и деформаций, а также мерами профилактики и занимаются врачи-травматологи. Кстати, считается, что основой современной травматологии заложил ещё Гиппократ. Ему приписывают сочинение о переломах и о суставах, где он излагает методы лечения. А теперь самое время представить нашу сегодняшнюю гостью. Знакомьтесь, Людмила Ричардовна Ворожун, главный внештатный детский травматолог-ортопед города Гумеля. Здравствуйте. Здравствуйте. К врачу-травматологу приходят с различными проблемами. Это ушибы, переломы, вывихи, растяжения. Проблем много и проблема очень обширная. В рамках одной программы сложно будет её осветить, поэтому сегодня предлагаю поговорить именно о портопедических проблемах малышей. Какие проблемы в процессе роста могут возникнуть? Проблемы могут возникнуть сразу с начала беременности. То есть это вредные какие-то факторы у мамы на работе, это вредные привычки у мамы, это употребление алкоголя. То есть разные мамы, разное, так сказать, готовится к беременности тоже по-разному. И поэтому, в принципе, наблюдаются чаще беременные женщины акушером-гинекологом сразу с восьмой недели. И их предупреждают, какие вероятны могут быть осложнения у них во время беременности. И поэтому, скажем, самая такая простая диагностическая процедура – это УЗИ. То есть беременная женщина проходит УЗИ и сразу смотрится, исследуется на наличие пороков развития у плода. То есть это может быть и аномалия закладки, и органов. И в последующем, так скажем, во время родов могут быть проблемы. Когда ребенок рождается сам или кесарево сечение, то есть существует такое понятие, как родовая травма. В последующем дети наблюдаются сразу педиатрами. По мере необходимости они назначально отправляются к узким специалистам, которые осматривают детей и исследуют, есть патология, нет патологии. И в зависимости от этого уже в дальнейшем направляют маму по необходимости к более, скажем, узким специалистам. Что касается ортопедии, то здесь проблема, скажем, дисплазита забедренных суставов. Это может быть какие-то врожденные аномалии развития ручек-ножек. Это может быть добавочные пальцы. Это могут быть деформации грудной клетки, конечности. То есть проблем достаточно много, но о них лучше один раз посмотреть, чем несколько раз говорить. Но мамы чаще сами видят это и приходят сами, вот у нас это есть, у нас это есть, а вот этого нет. Но еще в процессе эмбрионального развития, когда мама проходит УЗИ, осмотр, то есть какие-то уже можно выявить патологии и что-то предпринять для... Да. То есть если это несовместимо с жизнью, то есть это, увы, женщинам предлагается прерывание беременности, а если это совместимо с жизнью, то и женщина заранее знает, что там, допустим, лишний пальчик. То есть она знает, что родится ребеночек, надо будет обратиться к ортопеду-травматологу и дальше уже решить вопрос о том, когда удалят. В каком возрасте лучше хирургическое вмешательство? А чем может быть опасно для развития опорно-двигательной системы малыша дисплазия тазобедренных суставов? И как часто сейчас врачи ставят такой диагноз? Сказать однозначно, что этот диагноз сейчас чаще стал, ну, наверное, неправомочно, потому что на данном этапе, может быть, даже диагностика позволяет, методы диагностики позволяют более широко ставить этот диагноз, потому что если раньше было это только рентгенологический способ, сейчас присоединился УЗИ, то, скажем, это малоинвансивный, без лучевой нагрузки, и он достаточно широко уже распространен и помогает при работе. Поэтому сказать, что однозначно детей стало больше, нет, нельзя. Но чем чревато в дальнейшем, то есть я всегда мамам говорю на приеме, у вас хоть и звучит остаточная дисплазия тазобедренных суставов, но вы готовьте ребенка заранее. То есть работу сразу настраивайте ребенка, чтобы была минимально стоячая. То есть ограничение все равно нагрузок на тазобедренные суставы, чтобы соблюдались. Допустим, физический спорт, очень хорошо плавание, то есть мышцы работают, а нагрузки на суставы никакой нет. Такие травматичные виды спорта однозначно запрещаются. Хоккей, футбол. Да. То есть выделяется в лечении уже так соответствует диагнозу. Да. И, соответственно, также работу. То есть в свое время, когда я училась, очень хорошую фразу нам преподаватель говорил. Там, где можно постоять, лучше посидеть, а там, где можно посидеть, лучше полежать. Вот так вот. То есть свои суставы нужно беречь. И не относиться, что да, активный образ жизни – это хорошо, но к суставам все равно относиться щадяще и лишний раз их все-таки не нагружать. Достаточно часто диагноз плоскостопия выявляют у молодых людей, когда они проходят медицинскую комиссию перед армией. Значит, что это заболевание не вызывает дискомфорта у человека. А чем оно все-таки чревато? Дело в том, что плоскостопие – это достаточно широко такой выставляемый диагноз, но у детей до 7 лет виды плоскостопия являются как физиологической нормой. Не все. И в зависимости от степени выраженности. То есть все равно коррекция у детей плоскостопия я назначаю. Либо это стельки, либо это ортопедическая обувь, либо это только зарядка, физкультура, какие-то плавания, физиопроцедуры. Поэтому все каждому ребенку приложимо сугубо индивидуально. То есть все малыши рождаются с плоскостопием? Ну, можно сказать, да. Во-первых, малыши все не ходят, и своды стоп не формируются как бы сразу. Осматриваются как бы на первоначально, на первом году жизни. Смотрится, есть, нету. И вот это вот формирование стоп, оно действительно к 7 годам сформировывается. Но у кого-то раньше, у кого-то позже. У кого-то деформации остаются. И сказать однозначно, что это не вызывает какого-то дискомфорта. Да, на данном этапе ребенок бегает, активен, прыгает. Его боли в суставах не беспокоят. Но этот ребенок растет, нагрузки увеличиваются, он становится взрослым, работает. Физические нагрузки, трудовая деятельность. И возникают артрозы в суставах стопы. Вот уже такой артроз вызывает чувство дискомфорта в ногах. И вот это уже, так скажем, последствия вот этого плоскостопия. То есть обязательно малыша нужно показывать врачу. И если врач говорит, что нужно заниматься лечебной физкультурой, нужно какие-то делать процедуры, то мамы должны обязательно соблюдать все рекомендации. Если мама говорит, что вот мы носили стельки, а нам не помогло, я говорю, мама, а если бы вы не носили стельки, вы бы знали, какая будет деформация у вашего ребенка? Может, если бы вы не носили, вы бы и этого не достигли? И поэтому опускать руки и говорить однозначно, что нет, нет, нам ничего не помогает, и мы делать ничего не будем, не стоит. Все-таки лучше прислушиваться и выполнять указания врача. То есть последствия плоскостопия, может быть, артроз, как вы уже сказали, какие еще заболевания? То есть само плоскостопие, допустим, поперечное плоскостопие вызывает выраженную деформацию стопы, когда невозможно подобрать обувь, когда женщина не может одеть красивые модельные туфли. И поэтому это уже тот же диагноз, уже приносит дискомфорт человеку. То есть не только артрозы, это как последствия такое, но и плюс само же это плоскостопие. Про обувь, наверное, долго рассказывать не стоит, но лучше обувь всегда выбирать, чтобы она была не узкая, чтобы она не натирала, чтобы был удобный каблук, удобная подошва. Считается, что искривление позвоночника приходит рука об руку вместе со школой к ребенку. Но причин намного больше. Это и наследственность. Это может быть родовая травма. Дело в том, что первые сколиозы, они нечастые, но такое встречается действительно сразу у новорожденных. То есть врожденный сколиоз. Они, как правило, самоизлечиваются, но бывают случаи, когда остаются. Вы действительно коснулись родовой травмы. Бывает очень часто сочетанное, то есть неврологическое поражение и тот же сколиоз. А сколиозы, которые со школой, действительно, они не столько связаны со школой, но просто к школьникам вначале более пристальное внимание, когда они готовятся к школе, подготовка к школе, медкомиссия перед подступлением, так сказать, походом в школу. В школу в первый класс. Да. И тогда действительно они начинают выявляться. Не школа виновата. Нет. Действительно виноваты, вернее, причина сколиоза как такова неизвестна. Неизвестно. То есть нельзя сказать, вот ребенок сидит неправильно, поэтому у него будет сколиоз. Нет, такого нельзя сказать. Или у мамы сколиоз, вот 100% будет у дочки сколиоз. Это тоже. То есть это полифакторное такое заболевание, которое все сказывается. И в какой-то степени и наследственность, и какие-то конституционные особенности организма, и даже осанка. Но родители должны обращать действительно внимание на осанку своего ребенка. Мамы чаще это наблюдают, когда купают у ребенка. Ой, что-то наша спинка одна лопаточка выше, чем другая. Или одно плечико выше, чем другое. Поэтому я всегда говорю, мамы, смотрите, как дети сидят. Не подкладывайте ножку, когда ребенок сидит. Ручки на столе, чтобы спинка ровненькая была. Сейчас прогресс, так сказать, двигается вперед. Компьютеры, телефоны, гаджеты, все сидят, уткнувшись. Поэтому все равно спинку ровненькая. На улицу пошли погуляли, на турнике повисели. Чтобы все-таки какую-то разгрузку дать позвоночнику. Сколиозы – это действительно не только, ну скажем, косметический дефект. Эта проблема в дальнейшем сказывается и на, то есть если выражена деформация грудной клетки, это сказывается и на функцию внутренних органов. Это сказывается и на функцию, допустим, тех же ног. Всегда стопы и спина, они идут в взаимосвязи. Страдает одно, страдает другое. Это страдает, какие-то проявляются неврологические нарушения. То есть осанку надо беречь. И мамам всегда говорю, лучше, конечно, плавание. Плавание, плавание, плавание. Потому что мышцы работают, суставы все-таки не так нагружены. И функция спины мышц все-таки улучшается. Также сейчас есть для школьников, можно подобрать какое-то удобное кресло. Да, парты. Мамы часто говорят, ой, мы подобрали парту, которая растет вместе с нами. Это тоже большое значение имеет. Рюкзаки, которые со спинками, которые на двух плечиках надо носить. То есть это тоже много вопросов касается. А с какими жалобами чаще всего приходят мамы и папы с малышами до детсадовского возраста? Это чаще всего недосмотр за детьми? Сказать однозначно недосмотр нельзя. Это бывает и недосмотр, и действительно, когда невозможно никак повлиять. Я на своем опыте убедилась. Пошла еще, когда мой ребенок был маленьким, мы пошли кататься на качелях. Вот я тихонечко раскачивала качелю. Тихонечко, на минутку отвернулась, ребенок уже упал с качели. То есть я нельзя сказать, что я ее плохо посадила, что я не смотрела, быстро качала. Нет. То есть бывают ситуации, когда мы не можем ими управлять. А бывают, когда действительно дети грудные еще начинают переворачиваться. Мамы, если уже есть такая ситуация, мамы должны знать. Нельзя оставлять уже ребенка одного ни на минуту, потому что тут он лежит посреди дивана, тут он лежит уже на полу. Таких ситуаций тоже достаточно часто бывает. Чуть побольше, когда ребенок начал ходить, это чаще, когда папы, мамы любят поднести ребенка. За ручки взяли, происходит вывих головки лучевой кости. Ситуация не такая тяжелая, но она происходит. То есть всегда говоришь тоже, за руки не таскайте. Лучше взять аккуратненько под мышки, перенести на какое-то другое место, она более сухое. Не перетаскивать через руки. Таких ситуаций множество. Когда ребенок начинает уже ходить, он становится любознательный. Он пытается потрогать горячую поверхность в плите. То есть родители, пускай заранее предупреждают, вот еще только теплое, потрогай. Вот горячо нельзя трогать. Предлагают для профилактики этого же травматизма убрать скатерти со стола, чтобы ребенок невозможно было стянуть эту скатерть. Это вместе с кипятком. Даже не кипяток. У детей другие механизмы адаптации. И у них ожог развивается, ожоговая болезнь. Даже от температуры, когда у нас был ожог первой степени. А у них уже ожоговая болезнь развивается. И поэтому к детям надо так более щепетильно относиться, чем к себе. Какой-то предмет, который нас лежит и он нас не заинтересует, они проглатывают. Батарейки часто глотают. Скажем, если батарейка чем плоха, там электролит. Хорошо, если она успеет вовремя, естественным путем выйти, а не повредит внутренние органы ребенка. Чуть-чуть коснусь химических всяких веществ, когда глотают, пьют дети. Тоже, чтобы не стояло дома. Поэтому, может, и не зря придуманы вот эти бутылочки с крышечками, которые нельзя детям самостоятельно открыть. Действительно, очень большая польза от этих бутылочек. То есть профилактика травматизма, это все равно больше родители должны... Предупредительная, родительская забота. Недавно мама подошла, спрашивала, как у вас травма произошла. Девочка гуляла на дворе и упала в траншею. Вот, строители ничего не городили, нету никаких было заборов. А я про себя думаю, ну а почему ребенок должен был гулять у вас в траншеи? Все-таки, может, где-то у вас во дворе он должен был играть. Где-то, называется, под вашим присмотром, а не так, что вы выпустили, и он самостоятельно идет. Ну, насчет вот этих заборов оградительных, да, но дети же их перелазят. Иду с работы, большая куча песка насыпана. Два таких, ну, наверное, года три-четыре сидят на куче. Высоко-высоко. Я говорю, сласти. Мы играемся, говорю, сласти. Послушались, но не знаю. Я, может, домой ушла, они, может, назад залезли. Но это песок. Ну, в таком возрасте дети должны играть во дворе под присмотром родителей. Да, все-таки быть, да, под присмотром, потому что это травмоопасно. А если от малышей перейти к более старшей возрастной категории, поговорить еще о спорте? Немножечко мы затронули сегодня с вами эту тему. Каким бы спортом вы не хотели, чтобы занимался ваш ребенок? Как профессионал, как врач-травматолог? Как художественной гимнастикой. Мне кажется, что это, наверное, самый травматичный, самый тяжелый вид спорта. Но чуть-чуть хочу добавить. Дело в том, что в каждый спорт есть возрастной ценз. И, допустим, ну, уже, я такого уже подробности совсем не знаю, но знаю, допустим, на фигурное катание в таком возрасте берут, раньше не берут, на хоккей в таком возрасте и в таком. Но перед тем, как они придут в какую-то спортивную секцию, все равно их отправляют пройти медкомиссию. И у нас есть строгие показания, когда можно заниматься, когда нельзя заниматься. И поэтому, когда врач уже выдает заключение, мы пишем показано занятие или противопоказанное занятие. И тогда родители, когда ребенку противопоказано по какому-либо состоянию здоровья занятие этим видом спорта, то, естественно, тренер их не возьмет. То есть, если у мамы была мечта, чтобы ее дочь обязательно стала фигуристкой известной, но... Да, есть противопоказания. Тренер никогда не возьмет ребенка. Есть ситуации, когда, скажем, такие пограничные, когда есть какие-то функциональные нарушения, действительно идешь на какую-то встречу, спрашиваешь всегда у ребенка, хочет ли он заниматься, у мамы. Но всегда говоришь, придите, через три месяца покажитесь. Если появляются там какие-то симптомы, изменения, то есть это однозначно уход спортом. Что касается травматизма, вот хочется отметить, что в основном там, где дети занимаются с тренером, не уличные игры, там мало травматизма. То есть их специально тренер обучает, как даже банально упасть, чтобы не сломать что-то. Там какие-то тренер объясняет, где можно, как можно. А уличные травмы чаще, чем такие спортивные. И таких серьезных травм, когда дети занимаются с тренером, я практически вот и не могу вспомнить. Улица, да, спортивных травм, ну, бывает, все бывает, называется. Но таких серьезных травм, я говорю, я не могу вспомнить. Всегда под, так скажем, осмотром тренера минимальная травматизация. Вы вот такой, наши дети должны быть под нашим присмотром. Да. Либо это учитель, тренер, либо родители. Да. Мы сегодня говорили о малышах и о подростках. Какие рекомендации родителям вы могли бы сегодня дать для этих категорий возрастных детей? Все равно, так скажем, чтобы дети были маленькие дети под наблюдением. Подростки, это невозможно, чтобы они уже все время были. Но когда ребенок маленький, обучить его правилам поведения на той же дороге, правилам поведения на воде, правилам поведения где-то в транспорте. Потому что бывает, что и в транспорте дети себя ведут не совсем адекватно. И в транспорте можно получить травму. Конечно, потому что транспорт двигается, тот же автобус тормозит. И бывает, чтобы держались за поручни, а не только слушали музыку, а все-таки были внимательны к окружающим. И поэтому все наше здоровье, это в наших руках. Когда дети маленькие, это в руках родителей. Когда мы уже становимся постарше, это в наших руках. То есть для нас это ведение здорового образа жизни. Пускай это будет для кого-то оптимальная активность физическая. Для кого-то это будет минимально, но она все равно будет. Даже банальные прогулки перед сном, прогулка с собакой. Это тоже движение. И поэтому будьте здоровы. Спасибо большое. Я напоминаю вам, дорогие друзья, что сегодня в нашей студии в гостях был главный детский внештатный травматолог города Бумеля Людмила Ричардовна Ворожун. Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новой встречи в программе «Диалог о здоровье». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова